Очередной обзор событий уходящей недели. На этой неделе повысился тариф на электричество. Но нас ничем не удивили, хотя неделю назад правительство нам рассказывало, что смогло добиться снижения закупочной цены у украинцев на электричество. Тем не менее, мы с вами будем платить на 10-20% больше, в зависимости от того, в каком регионе проживаем. Еще на этой неделе повысились тарифы на цена бензина и дизельного топлива, но это не новости. Также Координационный совет по телевидению и радио нам рассказал о том, что, оказывается, в советские времена Великая Отечественная война, так называли Вторую мировую войну Чешнюсо-Светная. Одним видео ранее я уже объяснила, почему это не так. Все чаще начали рассказывать нам из-за рубежа, ну и не только из-за рубежа, из ближайших регионов, о том, что якобы Молдове будут поставлять вооружение с Запада. Об этом говорили на этой неделе Вадим Красносельский, лидер Приднестровья, и Мария Захарова, представитель МИД Российской Федерации. Это не очень хорошо, но тем более наша Наталья Говорилийц, премьер, кто не знает, говорит о том, что мы подумаем, может, мы еще попросим летальное вооружение, не дай бог. Ну и, кстати, до сих пор нет информации, что по этому поводу думает министр обороны Республики Молдова. Если кто-то помнит, как его зовут, пишите в комментариях. В Приднестровье произошел очередной теракт. На этот раз сбросили с дрона, как обычно, каких-то два взрывательных пакета на территорию миротворческого контингента. Уже говорят о том, что называют эти теракты картонными, потому что никто не страдает, и слава тебе, господи. Ну, в принципе, ситуация очень выгодна обеим сторонам. Одни говорят, что их убежают, помогите, и другие говорят то же самое. Также в Приднестровье на этой неделе очередная новость. Футбольный клуб «Шериф» уже больше не будет сотрудничать с главным тренером этого клуба Юрием Вернидубовым. Напомню, он еще в феврале пошел добровольцем защищать Украину. Ну, вот у меня один вопрос. Про российский регион. Все это время платил зарплату украинскому патриоту. Вот что-то как-то, знаете, не состыковывается. Также на этой неделе прошли обыски у главного редактора портала «Гагаус Ньюз» Николая Костыркина. Скажу коротко, скромно живут пропагандисты. Я думаю, западные живут лучше. Ну, и на этой неделе исполнилось три года с момента выдворения страны олигарха Влада Плохотнюка, который вроде как захватил всю власть в республике Молдова. Сейчас очень много победителей, которые приписывают себе эти лавры. На самом деле, напомню, это сделали послы других государств. Некоторые уже говорят, верните нам Влада Плохотнюка. Другие говорят, верните Дерека Хогена, посла Соединенных Штатов. Ну, я не хочу, чтобы те и тот, и другой возвращались. Но, Дерек Хоген, пришлите, пожалуйста, нам эти волшебные слова, после которых власть в стране так легко меняется. Желаю вам критического мышления. Если нет, воспитаем. Не хотите, заставим. Субтитры создавал DimaTorzok